Добрый день! Мы представляем первый выпуск нашей новой программы. В ней мы будем регулярно обращаться к рассмотрению событий и фактов, которые представляются нам значимыми и требуют христианской оценки и осмысления. «Христианский взгляд» — не новостной проект, и мы не сможем вместить в наш хронометраж всю информационную повестку. Но это и не является нашей целью. Мы видим свою задачу в другом. Современный христианин живет в стремительно меняющемся мире. И есть ощущение, что часто мы не успеваем должным образом анализировать, разбирать явления, течения, тенденции, становящиеся частью этого мира и, следовательно, нашей жизни. И иногда это приводит к тому, что мы по умолчанию принимаем то, чего христианин в принципе принимать не должен. Привыкаем к тому, к чему привыкать нельзя, как бы регулярно это не повторялось. Относимся как данности к тому, что на самом деле нуждается в изменении. И таким образом нередко утрачиваем собственно христианский взгляд на окружающую нас реальность. Или же оказываемся неспособны должным образом ориентироваться в ней. Мы постараемся говорить в наших выпусках об актуальном, злободневном, важном во внешней собственно нецерковной жизни именно через призму христианского понимания действительности, выбирая для этого те или иные знаковые явления и факты. И будем благодарны вам, нашим зрителям, за обратную связь. Пишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео, о чем бы вы хотели услышать в будущем. Для нас это очень важно. Это может показаться удивительным, но с этим не поспоришь. Одним из ярчайших событий последних нескольких недель стал в России вышедший недавно на экраны сериал «Слово пацана». И дело даже не в том, как много людей его посмотрело, каков сегодня его рейтинг на различных платформах, насколько профессионально он сделан. Суть в другом. Сериал вызвал очень живую, хотя неоднозначную реакцию аудитории, причем не только зрительской, его обсуждают, о нем спорят зачастую весьма горячо, даже те, кто его не смотрел и смотреть не собираются. Кто-то при этом призывает сериал запретить, а кто-то, напротив, утверждает, что он является настоящим произведением киноискусства, и вышел в свет крайне своевременно. Это говорит о том, что он рассказывает о чем-то таком, что трогает огромное количество людей. О чем же он? В прямом и непосредственном смысле это сериал о так называемом «Казанском феномене», то есть о жизни подростковых уличных банд, об их войнах за асфальт, об ужасающей жестокости бесчеловечности и о том, что хотелось бы раз и навсегда забыть и к чему нет никакого желания возвращаться. И именно это во многом обуславливает негативную реакцию критиков сериала, людей, которые не понимают, зачем напоминать о боли, о крови, о том, что было когда-то. Однако история очень убедительна и недвусмысленно свидетельствует все страшное, что не было осмысленно, проанализировано, оценено должным образом, из чего не были сделаны правильные выводы, как правило, повторяется в том или ином виде. И с этой точки зрения сериал становится поводом для крайне важного разговора. Снятый на основе одноименного документального произведения исследователя казанского феномена Роберта Гараева, он очень ярко и наглядно демонстрирует как проблему, так и многие лежащие на поверхности ее причины. Что это? Почему фактически дети оказываются готовы калечить, забивать насмерть других детей, таких же, как они, но живущих на другой улице, в другом районе, а главное, входящих в другую группировку? Откуда такое отсутствие жалости, сострадания, к подумать тебе людям? В психологии это называется расчеловечиванием. Когда ты перестаешь видеть в своем реальном или условном враге человека, и благодаря этому избавляешься от разных ограничений и можешь быть неограниченно жестоким по отношению к нему. Ты расчеловечиваешь его и расчеловечиваешься сам. Это поистине страшно. И сериал показывает, каков механизм расчеловечивания. Отсутствие подлинных ценностей, идеалов, культуры, хотелось бы сказать, культуры духовной жизни, но это слишком высоко. Нет, просто культура как таковой. Внутренняя жизнь подростков, уродующих друг друга, крайне скудна. Они не имеют представления, зачем в принципе жить, какой в жизни смысл, откуда она, кем да она нам и для чего. Никто не помогает им задуматься об этом, ни общество, ни школа, ни их родители. Нет цели, нет понимания, куда идти, образуется какая-то страшная пустота, и от нее ощущение своей мизерности и ничтожности. А хочется быть кем-то, хочется что-то значить, хочется быть защищенным и потому своим, нужным, хотя бы для кого-то. И все это дает реальная или мнимо принадлежность какой-то группе, в данном случае группировке, жизнь которой основана на законах, близких к закону стая. Здесь используется самый простой, примитивный и страшный путь к возвышению, через унижение других. Причем крайним унижением становится смерть этих других. Регулярные избиения внутри группировок приучают не бояться ударов, не относиться к своей собственной жизни, тем более здоровью, как ценности, превращают подростков в какое-то подобие бойцовских собак. И какое тут может быть уважение к чужой жизни, когда нет уважения к жизни своей собственной? Какое может быть осознание ценности чужой личности, когда и своя собственная стирается и обезличивается? В группировке, наделенной многими чертами тоталитарной секты. Подлинной бедой становится игнорирование уже совершенно очевидной проблемы тем же обществом, непонимание, а что с ней, собственно, делать. И непонимание это общее в семье, в той же школе, в государстве. И до какого-то момента просто утверждается, что проблемы как бы и нет. А потом она разрастается до таких масштабов, что становится похоже на огромный лесной пожар, который просто так уже не потушить. Или на раковую опухоль, давшую множественные метастазы. И в этом смысле сериал – призыв не только к анализу того, что было, но и к тому, чтобы мы смотрелись в то, что есть. Неоднократно, пока идет порожденная сериалом дискуссия, звучало опасение относить того, что он может спровоцировать всплеск подростковой агрессии. И мы действительно находим в сети видео, где подростки избивают своих сверстников, цитируя при этом наиболее запомнившиеся им фразы из слова «пацана». Или даже снимают клипы с такими расправами, накладывая на них ставший хитом саундтрек сериала. Но проблема в том, что все то же самое – и избиение, и унижение, и травля тех, кто слабее или в меньшинстве, и съемка соответствующих видео было и до выхода сериала. Новое здесь только одно – музыка и слова, что никак не влияет на суть. И проблема также в другом. Многие будто не замечали всего этого прежде, и начали замечать только тогда, когда слово «пацана» высветило, актуализировало происходящее во многих дворах, в том числе и школьных, заставило обратить на это внимание. А ведь достаточно зайти в любой поисковик, произвести нехитрые исследования, и станет очевидно, что и в современной России проблема детской и подростковой жестокости, особенно в регионах, более чем реальна. Вот лишь некоторые заголовки последних нескольких лет, бросающиеся в глаза. В России стремительно растет число подростковых банд. Возвращение моталок. В России набирают силу подростковая преступность. Что известно об участниках банды подростков в Петербурге? Главное. Сотни перских подростков вовлекли в молодежные банды. Это все недавние публикации, и все они сделаны не после, а до того, как вышел сериал. Я сказал о том, что слово «пацана» стало причиной очень острой полемики. Но вместе с тем я знаю и другое. Есть немало родителей, которые, узнав о сериале или же начав его смотреть, поняли, что обязательно нужно посмотреть и обсудить со своими детьми. И поняв, поспешили это сделать. И за это огромное спасибо. Ведь именно неучастие взрослых в жизни детей, их оторванность от нее, обуславливает взаимное непонимание и приводит так часто к беде, как в частных случаях, так и в общем в гораздо больших масштабах. И последний пункт нашего сегодняшнего выпуска, который буквально невозможно пропустить. Это не какая-то неожиданная или поражающее воображение новость. Это регулярно повторяющаяся вместе с тем значимая для колоссального количества людей события – празднование Нового года. Является ли Новый год, приходящийся к тому же на Рождественский пост, праздником для верующего человека, это вне всякого сомнения вопрос. Но однозначно, как бы мы к этому ни относились, подавляющее большинство людей Новый год неизменно отмечают. Есть новогодние каникулы, выходные, более или менее яркие новогодние торжества, и мне кажется, что в определенной степени и этот сугубо светский и не ко времени приходящийся с точки зрения церковного года праздник можно все же хотя бы отчасти воцерковить, то есть придать ему христианский смысл, превратить его для себя в очень заметный и удобный повод подвести итоги, какой была наша жизнь в минувшем году. Можно ли сказать, что в течение его мы шли к Богу, к Вечности, шли по пути спасения, боролись со своими страстями, побеждали в себе злобу, взращивали в своих сердцах любовь. Или же наоборот, ни в чем из этого не продвинулись ни на шаг, а преуспевали лишь на горше. И какой у нас план на год наступающий? Наверстать упущенное, принять необходимое решение, постараться измениться и стать такими, какими нас хочет видеть Господь, или же совсем иным. Это великое искусство, дорогие братья и сестры, все решить на все, стараться обращать на пользу своей бессмертной душе. И нам обязательно нужно ему учиться, и если возможно, то вместе. До встречи в наших следующих выпусках. И дохранит и умудряет нас всех во спасение благой и милостивой Господь.